Вопиющий просто я бы сказал недочет У меня на канале нету гайда по одной из самых моих любимых машин Это истребитель танков 8 уровня прокачиваемый терминатор БМПТ Исправляемся, если вдруг у кого-то возникли вопросы А какой терминатор лучше, ну потому что мне его частенько задают У меня на канале есть отдельное видео, которое так и называется Какой терминатор самый лучший? Вроде бы информация там еще не устарела Ну а сегодня мы разберем, что из себя представляет прокачиваемая версия термика И начнем как обычно с оснащения В вооружении у нашего красавчика две 30-ти миллиметровые автопушки Ну в общем-то со стандартными характеристиками Выдающие 22 тысячи урона в минуту Также есть 4 ПТУРа и здесь у вас на выбор идут Либо стандартные ПТУРы красные с тандемной боевой частью Кстати говоря, это тоже важно Как обычно, кайф таких ПТУРов, которые у термика атака Это быстрая скорость полета Ну в общем-то хороший пробой, да и офигенный урон Также у вас есть термобарические ПТУРы, которые естественно тоже могут пригодиться Самонаведения нету ни там, ни там И в общем-то сразу, пока не отходя от кассы Пока я вспомнил про это Да, самый главный, конечно, косячок С которым вы столкнетесь, когда будете прокачивать термика Вы будете начинать исключительно только с фугасами и термобарами И в общем-то, если термобарами еще ладно, можно обойтись Но на фугасах вы, конечно, далеко не уедете И поэтому я крайне советую где-нибудь в ПВЕ его выкачивать И только потом идти в бой уже в ПВП Потому что без бронебойных снарядов это вообще не терминатор Это просто коробчонка, достаточно бронированная Но от которой толку будет мало Что касается оснащения, на чем я остановился Ну, естественно, на подобных машинах я ставлю Офелию и Китеску Варианты, какие можно предложить Можете поставить Сабрину С термобарами будет весело очень складываться Можете, как вариант, поставить либо Дугласа Что касается остального оснащения экипажа То перки вот такие В общем-то, не особо ничего такого интересного Две ремки Потому что вам важно всегда быть на ходу То есть вам нужно будет противников крутить И они так, что вы где-нибудь там гуслю потеряли И стоите Тогда все, вы мишень Поэтому две ремки Естественно, огнетушитель По оснащению на данный момент У меня это постоянное оборудование меняется Периодически я что-нибудь думаю, что здесь вот это важнее Но на данный момент, вот после того, как я обкатал его Я все-таки пришел к выводу К скорострельной с точностью Обзор Почему обзор? Потому что здесь в итоге получается Ну, прям скажем, немного, да 400 метров Но частенько, если вам нужно будет Какой-то поджим делать под всякие ИТ-шки, ББМ-ки, ЛТ-шки Ну, хоть немного больше обзора Вам нужно, чтобы их высветить И третья ячейка Здесь, в общем-то, она универсальная Можете ставить У меня стояли здесь раньше Стояло оборудование на разгон Но в итоге пришел к выводу Что доп. защита Чтобы меньше критовали Потому что частенько Ну, собственно, в установку, когда прилетает Летят криты Поэтому нежелательно, конечно, вам От этого страдать Тем более, если в вас начнут лететь термобары Это очень неприятно Доп. защита, я думаю, все-таки пригодится Ну и, собственно, последнее Это бронирование Здесь все очень неоднозначно То есть, с одной стороны, если посмотреть Бронебойными снарядами с автопушки Внезапно выясняется, что НЛД пробивается Потому что здесь 240 мм И типа, в зависимости от углов Вы, может быть, даже будете пробивать с автопушки Но, поверьте мне, чушь собачья Если вы ставите Вот просто ОБТ 8 уровня Пробой 750 Здесь внезапно оказывается Что такая же ситуация Ну, то есть, вы в НЛД можете пробивать И автопушкой И пробоем 750 Но с доворотами 750 маловато, чтобы пробивать Короче, в итоге Как я понял Чему верить? Цвету брони? Или миллиметром, который здесь написан? Я пришел к выводу, что нужно верить цвету Внезапно Потому что термиков Так просто в НЛД пробить не получается Я встречался с термиками На ОБТ 8 уровня И реально термик, ну, вот так просто стоял И я понимал, что я его в НЛД То пробиваю, то не пробиваю Поэтому здесь явно не 264 мм А скорее вот по цвету брони Если он будет стоять ровно Вы будете без проблем его пробивать Хотя, как опять же без проблем Тут уже не 100% Даже с таким пробитием То есть у термиков НЛД сейчас сделали просто офигенное Но нужно не забывать Про вот эти еще места Куда термика можно пробить То есть если термики становятся вот так В НЛД вообще без шансов Вы не пробьете Но открываются вот эти полочки Куда залетить с полным уроном Естественно, в саму эту рогатину Здесь только частичный урон будет проходить Ну и, собственно, борта Борта в разное время Конечно, тоже были разные По крепкости Но в целом на данный момент Они сейчас не ультимативные Как было у нас одно время Что они даже вот под таким углом Не пробивались Опять же, судя по всему Но вот так и по цвету И по миллиметрам показывает Что нет, вот даже под такими углами Только если под очень острыми Тогда еще можно будет танковать В общем, довольно странная история С бронированием Ну, точнее, с инспектором брони Но могу точно сказать Что я, попадая против термиков Испытывал проблемы Реально, танк сейчас очень крепкий И это мне очень нравится Потому что термик Это всегда был машиной прорыва И как раз мы сейчас подробнее поговорим о том Как его нужно правильно использовать Как я уже говорил Если у вас он без бронебойных снарядов На автопушке То, конечно, делать в ПВП просто нечего От фугасов 30-ти миллиметровых Толку практически нет Я их с собой немножко таскаю Ну, там, если какой-то прям совсем Картон попадется И то, как бы у меня закрадываются мысли Что там, если не будет пролетать полный урон То тогда ББшки просто стабильнее Ну и, как я уже говорил В плане ПТУРов В целом вы можете играть и на термобарах По некоторым целям Против, опять же, таких же термиков На самом деле Эти термобары заходят очень жестко Я их раньше вообще игнорил термобары Сейчас понимаю, что в некоторых ситуациях Их прям очень классно использовать Но все-таки в основном я держу именно красные А что касается геймплея на термике Это, наверное, вот не знаю, как так получилось Но для меня это максимально понятно И естественно То есть, как-то термики, не знаю, у меня сразу зашли Я сразу понимал, как на них играть У меня хорошо получается на них играть Но, глядя на вот результаты других игроков Которые попадаются Я понимаю, что далеко не все понимают Как нужно играть на термике Терминатор это не истребитель танков В классическом понимании Это уж точно не та машина На которой вы должны просто стоять Где-то там, в кустах, далеко И стрелять птурами Ну, то есть, будем откровенны Птуры здесь есть Но это далеко не основное вооружение Если, например, это какой-нибудь Прототип терминатор Прототип БМПТ То там птуры другие Они пошустрее вылетают, почаще И пожестче Поэтому там, возможно, еще да Но на всех остальных термиков В целом автопушки Это вообще приоритетное вооружение И если вы просто стоите Где-то издалека Стреляете птурами Раз там, в три с половиной секунды Но это ни о чем Вы ничего на этом термике За бой толком и не сделаете Самая главная фишка термика Это врываться Это врываться в правильное место В правильное время И опять же Автопушки приоритет То есть птуры Это все, конечно, замечательно Но на близкой дистанции Их можно только как доп. вооружение использовать Но не рассчитывать на них На постоянку Пауза между запусками большая На восьмом уровне Здесь уже есть казы Итого из четырех птуров Если вы реализуете Один-два Уже будет хорошо А вот автопушки Автопушки пилят Ну, собственно, как вы видите На экране происходящее сейчас Именно хороший показатель того Как стоит играть на автопушках Ну и в принципе Что это основное все-таки Вооружение термика Как ни крути Увидели где-то брешь в обороне Залетели в спину ОБТ И на автопушке Зажали без шансов Видите, что на вас едет Как уедет какой-то ОБТ Всеми силами С автопушки С птурами Сначала его гуслите Потом залетаете ему в борт Или, собственно говоря, в корму И разваливаете на автопушке Именно так И в целом движение Самое главное на термике Это движение Вы не должны просто Стоять напротив противника И пытаться его пробивать Птурами Или автопушкой Это всегда давление То есть Все танки абсолютно Если какие-то Неважно ОБТ Даже какие-то Барабанные ОБТ Если вы просто Выйдете вот так В городе На одной улице Прямой Против какого-нибудь ОБТ И будете с ним Перестреливаться Ну У вас как бы Будут проблемы Вы много потеряете ХП И быстренько Отвалитесь При этом Не факт Что сами Много сделаете Но термик Который летит На вас Это реально Обычно Проблема Опять же Я встречал термиков Которые врываются Но они это делают Максимально тупо Где-нибудь В начале боя Просто в гущу Противников Залетают И естественно Они Могут делать урон Какой-то Небольшой За это время Все-таки Пока термика Развалишь Тоже Время нужно Определенно Не маленькое Но вопрос в том Что вы будете Делать минимум То есть Если вы врываетесь В начале боя Вы скорее всего Нарываетесь На толпу противников И долго там Не живете Урона много Не делаете Скорее Термик должен Играться В начале Аккуратно То есть Вы не должны Залетать То есть Единственный вариант Когда вы должны В начале боя Залетать Это только Если это Какое-то Направление Где Обитают Всякие ББМки ИТ ИЛТ В таких случаях Да Естественно Вы должны Залетать Максимально Жестко Если вы Какое-то направление Нужно вам продавить Вас светят Вы кидаете Дымы И прете Вперед Но Если это Какое-то Направление Где Обычно ОБТ То Естественно Такой Фигней Лучше Не заниматься И Залетать Только Тогда Когда Вам Понятно Где Сколько Противников На ОБТ Стоит И Можете Либо Туда Залететь И Не Выгребьте Сразу На все ХП В дуэлях С другими Термиками Конечно Стоит Заряжать Именно Термобары Здесь Я Как-то Наверное Надо было Ну Это Птуров На Другой Моментально Вам Нужно Полностью Перезаряжать А Это Как бы Не Быстро И Конечно В этой Ситуации Я Должен Был Перезагрузиться На Термобары Потому Что Я Предполагал Что У меня Сейчас Состоится Эта Самая Дуэль С Термиком Именно Поэтому Я В эту Низинку И Поехал Чтобы Как-то От Рельефа Аккуратненько Перестреливаться Птуры Хреново То есть В таких Ситуациях Да И В целом В термике В термик Птуры Заходят Сложновато Даже В НЛД Вот Такой Ситуации Коэп Здесь Помогает Немножко В сторону Отвел Птур И Как бы Все Здесь Термобары Отработали бы Конечно Гораздо Эффективнее Ну А в целом Что Можно Еще Сказать Про Термик Термик Все Так же Сейчас Остается Одной Из моих Любимых Машин И Очень Жестких Машин Пишите В комментариях Как он Вам Сейчас Если Вы На нем Сейчас Катаете И Не забываем Ставить Лайк Осы